привет друзья вы смотрите первый образовательный алкогольный канал меня зовут игорь черский я приветствую сегодняшнюю прекрасную гостью которую зовут юля макарова и у которой есть собственный канал минвин привет привет так что такое минвин давай сразу скажи минвин это конечно же министерство вина как минфин только минвин и он есть на ютубе в инстаграме в тик токе на яндекс зене в общем везде где только можно вконтакте кажется тоже но там он такой не очень и министерство вина гораздо более открытое чем министерство финансов там все понятно прозрачно вот и вкусно красиво да очень понятные фильмы и главное отличие этого канала от моего там все снято очень профессионально потому что юля как принципе любая нормальная девочка она хочет чтобы все выглядело красиво поэтому у нее там операторы правильно построенный кадр хороший звук и снимается все разными планами не как у меня с одной точки и сегодня мы решили сделать следующее значит чтобы сразу охватить ну примерно последний год работы канала минвин я попросил юлю подобрать те вина вот которые есть за год понравились больше всего эти вина они все российские вот то есть по крайней мере с ними и железная гарантия никуда не исчезнут но что они у нас и будут а я хочу добавить что но российское виноделие это вот одна из немногих наших отраслей которая действительно идет семимильными шагами вперед и которые я думаю мы по праву можем гордиться да у нас очень много интересных виноделов интересных виноделин которые стоит посетить и вот мы сейчас начнем дегустировать я буду вам рассказывать не только о вине но и о тех виноделах и винодельнях куда надо ехать смотреть и покупать это вино да я хочу добавить что когда я увидел вот эту всю батарею которую нам предстоит значит продегустировать я очень обрадовался что у нас с юлей в общем совпадают мысли и чувства вот и совершенно справедливо мы начинаем шато тамань с кубань вино да и собственно вот недавно было продекс по я снимал интервью с виноделами ходил по стендам показывал новинки и там есть большое интервью с вандой иваны и батнарка которая главный винодел компании кубань вино она же шато тамань и там вы можете посмотреть более подробно и все новинки но ты вот выбрала одну бутылку и почему она для тебя самое мне очень нравится это вино шато тамань резерв экстра брю 2019 года выдержанная это вот вы знаете это все-таки шампанское которое не на каждый день то есть вот эту бутылочку я бы рекомендовала покупать когда идешь к друзьям когда есть какой-то интересный повод или же ее можно дарить цена вопроса небольшая годом в районе 600 рублей в красном и белом продается например но это это классное вино которое за свои деньги это просто вообще бомбическая бомба еще я его попробовала на винодельник как раз когда мы ездили туда нашей а съемочной группой делать там большие выпуски у нас есть кстати видео в котором мы прям шаг за шагом объясняем как получаются пузырьки вот в этой бутылочке откуда они берутся как они производятся это все можно посмотреть у нас на канале а значит что интересного еще об этом виней могу рассказать это традиционная технология давай давай уже а я думала я показать хочу покрупнее наверное я не одобрал что-то вот это вот такую свалку все надо все на очень красиво очень люблю быть когда рядом вот еда вино в принципе все уже хорошо да подожди извини я да я забыл сказать что сидим собственно в нашем гостеприимном кюрбаре вот ленинградский проспект 66 и в общем здесь гораздо больше еды чем стоит на столе но просто мы все не осилим а это собственно ну юля сказала что вот ей для пэринга понадобятся вот эти вот образцы вот и она подробно будет рассказывать о том чего к чему так а я еще этот язычок вообще игристое и шампанское в частности я всегда пью ни с чем потому что мне кажется это такой вот напиток который можно пить кстати и с утра игристое с утра это вообще лучше игристое шампанское так тем более это прям вот то что надо не каждый игристое а как говорил денис руденко с утра надо пить брюки вот брюки с утра да обязательно да просто я не пью не полусладкий да 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 поэтому для меня игристое это априори брюд у нас здесь даже экстра брюд поэтому я предполагаю что это вино может понравиться не всем кто скажет что это кислятина ну товарищи давайте будем все-таки пробовать такие вина тоже любите сладкое полусладкое пейте его тоже но попробуйте это и я повторяю это все-таки вино не на каждый день ну хотя вино в принципе на каждый день это такая интересная история я открываю совершенно неправильно потому что я расшатываю пробку а татьяна селивана у нас всегда учила вращать бутылку надо но я вот как бы ну уже привычка знаешь вековая мы сделаем вид что мы не заметили да точно так у нас есть в люте у нас есть обычный винный бокал я напомню что эксперты уже давно говорят что шампанское чтобы лучше ощутить его вкус пьют все-таки из винных бокалов да но для праздничного настроения да ну все-таки оставим флейточку ну-ка давай-ка оху тебе за тобой поухажу а то обычно обычно все эксперты смели нет нет я бы хотела еще здесь добавить я не эксперт не сомелье я винный журналист винный блогер и познаю вместе с вами вот эту винную культуру то есть у меня нет никаких степеней там то есть я не могу сказать что где-то обучилась я обычно на месте игоря сижу и задаю вопрос ну да да винным экспертам и сегодня мне приходится просто тебя большее количество мест и вот я например на заводе кубань вино не был никто метод не звал поэтому ты можешь о нем рассказать больше чем я а заводе кубань вино можно рассказывать очень много и долго у них есть несколько локаций это конечно же самое большое предприятие винное предприятие в россии и я всем рекомендую там побывать это очень легко сделать по крайней мере вот представьте если вы будете в краснодарском крае в районе там что вот там они да и особенно всем это относится к тем людям которые едут из краснодарского края в крым на машинах или обратно вы обязательно проедете через вот это вот гигантский как же называется сейчас сейчас секунду центр налоги шато тамань это место через которое вы обязательно проедете если вы направляетесь из краснодарского края в крым или на обратном пути это вот представьте так между двух морей маленькая полоска суши достаточно небольшая и там стоят гигантские такие цистерны с миллионами литров вина не бойтесь там они находятся такой подушке холода поэтому с ними ничего не произойдет на это производство можно сходить посмотреть как там действительно можно заказать экскурсию тебе заранее надо не то что едешь мимо пошел зашел можно заранее но если ты едешь мимо я все равно рекомендую там сделать остановку поскольку там есть отличный гигантский магазин винный магазин и там все что для вина и около вина и в общем все все для них для этого есть и кроме того туда можно зайти на экскурсию и туда можно зайти в гастробар там очень хороший гастробар в котором совершенно замечательные по бокальные позиции там ну тут москве таких цен нет там есть это очень радует ванда ивановна ботнарь я совершенно согласна с тобой это уникальный человек это винодел который делает такое гигантское производство и делает какое-то невероятное количество вин и при этом она знает каждое вино свое она с ним с этим вином боже мой как с ребеночком вот так разговаривать и это конечно же очень круто ну ванда ивана еще всегда добавляет что она конечно мне одна что не целая команда винодел вот но главное это она так что да безусловно счастье и здоровье и вдохновение на создание новых прекрасных фильмов давайте теперь об этом вине поговорим чуть подробнее это все-таки у нас традиционный метод то есть практически российское шампанское ну мы будем говорить все-таки игристое но если что это можно в какой-то степени называть шампанским в том смысле что здесь есть вторичное брожение и здесь сначала для того чтобы получить этот напиток сначала делают простое игры простое тихое вино белое из сортов здесь у нас рислинг шардоне и пинопиноблан после того как у нас получилось тихое вино его закладывают на вторичную ферментацию то есть еще раз добавляют дрожжи еще раз добавляют сахар и закладывают в бутылочку кронан пробкой пивной пробкой и кладут это в такие гигантские палеты гигантские ящики просто нет 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 сначала они просто там лежат бродят а потом выдерживаются девять месяцев минимум то есть представляете как как долго это игристы готовят и у нас есть на канале видео тоже где мы показываем вот эти вот гигантские километры как будто бы вот ссылка есть в описании ролика вы его найдете и это очень интересно за этим наблюдать и потом конечно же все эти бутылочки собирают аккуратненько переворачивать для того чтобы собрать осадочек и замораживают замораживают пробочку отстреливают все мы это показываем значит что здесь классного попробуй аромат аромат французской буки уловил еще даже когда бокал был на этом расстоянии булочка откуда потому что у нас вот этот самый осадок и вторичная ферментация очень красивая игра пузырьков мне нравится смотрите она такая тоненькая красивенькая ниточка очень явно ты не любишь это слово я совершенно спокойно отношусь к слову перляш ну понятно она же красивая французская поэтому слово первого жемчуг именно это экстра брюд поэтому это вино для очень многих покажется пробовать уже поехали покажется супер кислым она действительно то есть кислотность действительно высокая хорошая минеральность если даже терпкость в конце есть но это же экстра брюд это вино которое до подойдет не всем не на каждый день но его стоит попробовать чтобы понять какое каким может быть вино если там совсем не будет не останется никакого сахара мне кажется это очень удачный вариант и в этом вине мне нравится что вот у него очень много аромата да и аромат такой насыщенный да здесь у нас и мне кажется и какие-то луговые полевые цветочки пошли и булочка ну конечно куда же мы без булочки без кровосоходчиков да по-моему даже сменчик чуть-чуть легенький ненавязчивый а во вкусе прям таких классные такие зеленые яблоки прям антоновка такая вот но с утра вот правильно было сказано да что вот как раз эта кислинка она как раз очень отрезвляет отрезвляет с утра это чем же надо заниматься всю ночь чтобы снимать выпуски для первого образовательного канала хотя мы не пьем а дегустируем но все равно иногда брютик с утра нужен особенно когда мы с васей дегустируем водку мы же ну когда выключаем камеру мы же не разбегаемся на нас стоит закуска тоже стоит камера да и продолжается снимать все самое интересное ты же на канале водку не пьешь я и без канала водку не пью ну давай мы с вазе тебя научим хочешь мы тебя пригласим нет 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 давайте все-таки с вином хорошо хорошо будем разбираться вину мне нравится канал медвин будет вот такой же прекрасный как юля там будут видно такие легкие чего будет он уже есть но я имею ввиду и дальше и впредь будут то есть крепышей там не будет всякие крепыши но но в случае мне любой алкоголь интересен не так чтобы вот мы вот сидим его пьем мне он интересен с точки зрения продукта а как это получилось а кто с ним поработал а как это получилось что вот здесь вот пузырьки то а почему здесь есть пузырьки а почему да у меня скорее вот так вот вот то есть у тебя ну журналисты у тебя история конечно о том что выбрать и как и почему у меня истерия как это получилось и зачем это и что это с нами сделает вот вот так понимаешь тут еще разница в том что тебя твои зрители не спрашивают а что будет если выпить две бутылки водки вот на утро потому что это же глава главное качество напитка для многих именно это да вот как ты себя будешь чувствовать после двух бутылок тебе же не задают такие вопросы нет мне иногда задают вопросы серии которые вообще не понимаю как ой это вино плохое потому что у меня на утро болела голова а это вино хорошее потому что потому что у меня на утро не болел голова сейчас я вам расскажу очень классную историю я люблю белое вино с красным вино мне очень сложно потому что у меня на утро после практически любого красного вина болит голова и начинается мигрень но это не значит что вино плохое было это Это особенность организма. Да, вот. И это то, о чем я говорю людям. Это не значит, что вино было плохое. Может быть, вы пили и хорошее вино. Но это может быть особенность организма, особенность вашего восприятия. Не поели, не покушали, настроение, еще что-то. То есть вино, вот мы сегодня пьем с тобой эту бутылку, она нам кажется вот такой. Мы будем через три дня пить эту же бутылку в другом месте, в другой компании, с другими людьми, с другими закусками, с другим настроением. Оно нам может показаться тоже другим. И важна же еще температура, да? Я всегда люблю... Я же не профессионал, поэтому я люблю. Мне можно. Я люблю охладить любое вино чуть сильнее, чем советуют профессионалы. Мне кажется, оно такое прикольнее. Лед внутренний люблю добавлять, а вот именно охладить бутылочку, оно игристое вообще, сам Бог велел, охладить так, чтобы оно было... Ты если и дальше будешь говорить таким голосом, то вот цифра 18+, на моем канале просто загорится красным плать-пламенем. В 40+. Она начнет себя оправдывать, по крайней мере. Так, ну что, мы идем дальше или... Да, мы идем дальше. У нас еще пять бутылок, а у нас уже 18+, загорелось. Да нет, у меня изначально 18+, потому что крепкий алкоголь. То, что у нас приходит женщина говорить эротичным голосом, это как бы другой 18+. Хорошо. Вот мне будет очень интересно попробовать Саук Дере, потому что как-то я не очень их знаю. Вот. Но когда-то я их пробовал, и они мне понравились. Вот, слава богу, тут винтовая пробка, современная. Миллион раз уже говорили, что винтовая пробка это классная штука, это не означает, что вино плохое. То есть это инерция мышления. Есть люди, которые думают, что вот есть настоящее пробка, а вино настоящее. А если вот алюминиевое, ну, значит, нет. Она не настоящая. Так, куда я тебе наливаю? Давай, бахарщик. Так, наливая по чуть-чуть, потому что мы не выплевываем, не выливаем. Вот. Но при этом хотим остаться в здравом уме и твердой памяти. И мы всегда за социально ответственное потребление не пьем, а дегустируем. Вот. И находим просто прекрасный вин, который можно наслаждаться. Они нашлаждаться, вот это, когда у тебя там вертолеты у тебя начинаются в голове, когда тебе плохо, там, что еще. Не нужны там вертолеты. Нет, там можно насладиться, только когда это прошло. Вы можете наблюдать за прекрасной игрой. Да. За прекрасной переляжей. Так ты его лучше убери оттуда, потому что камера начнет фокусироваться на бокале, а мы будем расфокусывать. Да, все хорошо. Савок Дере. Да, рассказывай. Что интересного об этом вине? Я специально взяла две эти бутылки, потому что это у нас Тамань, это у нас Таманский полуостров, и это уже ближе, так скажем, Краснодарский край, ближе к Крыму, такая южная, да, часть. А это совсем другая. Это рядом винодельно находится, и виноград, виноградники, они растают ближе к центральной части, там, где нет моря. Вот здесь у нас винограднички около моря, все растут. А здесь ближе уже вот к точке, где виноград еще растет, но вот еще там буквально километр, и он уже не будет расти, или он будет там страдать так, что ничего хорошего не получится. В общем, это рядом с Крымском, в общем-то, Савок Дере и Левкаде, если кто-то вдруг не знает. Это, ну, можно сказать, что одно предприятие сейчас, они вместе работают. Савок Дере, предприятие на самом деле очень старое. И в советское время там заложили... Чего там заложили? Сейчас, да, сейчас придут. Ну, Кюрвар, тут гости, конечно. В советское время там заложили коллекцию вин, и до сих пор, вот сейчас там, я знаю, провели большой ремонт, я после ремонта еще не была, была только до ремонта. Там гигантские вот эти вот, знаете, тоннели, как метрострой строил, и в этих вот метростроевских гигантских тоннелях много различных покрытой паутиной бутылочек, которым там и 50 лет есть. Это очень интересно. И там же делают они, кстати, и игристые, и там же производят вот это вино, рислинг Савок Дере. Это... 13% алкоголя, 2019 год. Да. Я уже прочитал. Что здесь интересного? Это рислинг такой вот, знаете, освежающий, высокогорный, похож, наверное, может быть, там на австрийский, на какой-нибудь итальянский, северный. То есть, мне кажется, это очень летнее вино. Это очень летнее, понятное, достаточно простое белое вино. То есть, вот у нас есть еще одна бутылочка белого вина, она совсем другая будет. Вот это вино, которое, мне кажется, вот он, знаете, для пикников суперклассное, потому что пробка удобная, не надо ничего вот это вот там мудрить. Открыл, ну, не знаю, наверное, под шашлычок, ну, если шашлычок делать, например, из какого-нибудь белого мяса, например. Ну, да, или лосося там. Или из лосося. Или вот я разговаривала с главным виноделем, не с главным виноделом, я разговаривала с виноделом Далины Левкаде и совладельцем с Михаилом Николаевым, младшим. И вот он рекомендовал под это вино, например, какую-нибудь такую, что-нибудь пожирнее, например, вот пасту со сливочным соусом, поэтому я ее сегодня заказала. А, ну вот мы сейчас ее попробуем. Да, либо же еще, он говорил, можно что-нибудь, какие-нибудь сосиски такие пожирнее, чтобы вот это вино помогало их как бы переваривать, или какую-нибудь даже свининку. Вот я свинину не очень люблю. Ну, тогда я думаю, что оно и с пельменями зайдет. Ну да, кстати, можно, мне кажется, попробовать. Так, со сметанкой тоже. Нет, тут у нас вот, понимаешь, в этой студии, где мы снимаем, у нас тут разные эксперименты проходили. Например, здесь Ольга Герасимова показала мне коньяк, который можно прекрасно закусывать селедкой. Коньяк селедкой? Да? Да. Кстати, вкусно, ты удивишься. Я тебя потом молчу. Я коньяк не очень пью, а селедку ем. Можно просто селедку. А если ты любишь селедку, то, соответственно... Ну, можно без коньяка просто. Ну, можно, но как-то... Ну, можно, какой смысл. Но тебе просто самой захочется коньяка. Главное, тебя научить, да. Так, давай, в общем, попробуем. Давай оценивать ароматику, да, вот это все. Ну, хороший букетик такой. Действительно, такой летний, цветочный, фруктовый садик такой. Но, тем не менее... Герстики такие чуть-чуть. Мне кажется, что оно здесь такое вот. Все равно вот этот холодок остается. И здесь нет. Вот ты, когда начнешь дегустировать следующее вино, поймешь очень сильную разницу. Вот оно такое... Вот рислинг прям свеженький, минеральненький. Ну, да. Свеженький, минеральненький рислинг. Слушай, а, кстати, сколько это рислинг стоит? Это самый замечательный вопрос. 400 рублей. Всего? Это стоит 400 рублей. Так, друзья, тогда вот, если нам еще и вкус понравится, я рекомендую обратить самое пристальное внимание, потому что обычно хорошие рислинги, там, немецкие, там, австрийские, они, конечно, 400 рублей не стоят, они стоят дороже. Ну, вот, так что... А это, я напомню, 600 рублей. Ну, у Кубань вино там игристое, много разного можно найти, там, из 200 до 300, да. Но... А вот это, да, это в районе 400 рублей. Давай скорее пробуем. Да. Твое здоровье. Да, наше. Будем. Ну, очень симпатично, уже не такой кислотный, как твой экстраблюд, естественно. Ну, конечно же, здесь все-таки уже и побольше... Сахарочечка, да, осталось, видимо. Тоже зеленые яблочки есть, но уже такие, не такие ядреные, не такие прям. Ну, и все равно есть такая вот какая-то хрустящесть, да? Да, есть такая легенькая, да. Прям вот зеленый салатик как будто бы есть. Да, и тот редкий случай, когда в вине есть привкус винограда. То есть вот такой виноградик легенький тоже присутствует. Ну, кисленький слегка. Да, но приятное вино, на самом деле. Но это я свое ощущение. Да, да, да. Это я свое ощущение, у нас разные. Конечно, это очень важно, когда вот начинают говорить, что я вот это вот чувствую, я вот это чувствую, я вот это чувствую. Класс, а я могу чувствовать совсем другое, потому что у меня там салфочки совсем другие, да. Ты вообще по-другому устроен. И это очень классно, мне кажется, это такой квест, почему мне нравится еще вино. Это не то, что там водка сразу, там все, водка, все понятно. А тут ты начинаешь играть, пытаешься у кого как понять. Слушай, я тебе на самом деле должен открыть небольшой секрет. У меня же основная аудитория мужская, то есть процентов 80 мужчин и только 20 процентов женщин. Вот, и поэтому ты здесь присутствуешь не просто как женщина, а как пример и образец, да, потому что, ну, любой нормальный мужчина заводит себе женщину, да, ему надо знать, что она любит, чем ее угощать. Вот, и когда Юля принесла 6 бутылок того, что ей понравилось за год, а Юля нормальный человек, и вряд ли она кардинально отличается от всех остальных женщин, да. Вот, так что есть большая вероятность, что и вашей девушке, женщине, кому хотите, да, тоже понравится выбор Юле, вот, а также тот перинг, который она подобрала. Ну что, самое время попробовать с твоей этой пастой. А ты можешь мне намотать просто? Отбери. Ну ладно, давай, я что-то... Так, я просто не понимаю, не знаю, какой она длины. Да, оп. Так, какая это у нас паста? С чем? С морепродуктами? Это у нас с песто и с морепродуктами. Мне кажется, может быть, песто здесь не лучший вариант, но, тем не менее, тут есть что-то от сливочного соуса, есть морепродукты. Мне кажется, должно быть хорошо, особенно учитывая, что здесь небольшая еще такая горчинка есть. Так, сначала она или сначала вино? Ты как это? Сначала вино, потом она, а потом опять вино. О, тогда надо будет долить еще, наверное. Давай, у меня пока еще есть. Ну, а как ты сам вилку-то возьми? Ну, в смысле, я же не все подряд. Вот так мне очень, очень приятно. Так, выпил я винишко. Очень с удовольствием. Так, это я сейчас обращаю. Кстати, паста сразу кажется слаще, потому что вино кислотное. Ну, да, хорошее сочетание. Мне кажется, что рислинг все-таки такой сорт, который мы знаем, как сорт, связанный с Австрией, с Германией. И поэтому мне кажется, что кухня, которая вот австрийская, немецкая, со всеми этими сосисками и сардельками, она прям тоже сюда очень подойдет. Как вы считаете? Не, сочетание отлично. Но, знаешь, есть одна проблема. Так, так. Проблема заключается в том, что... Что у меня длинные макароны, да. Нет. Нет. У тебя все прекрасно, даже макароны. Проблема в другом, понимаешь? Дело в том, что я очень люблю есть макароны на завтрак. И как-то мне раньше в голову не приходило, что они отлично сочетаются с рислингом. Вот. А как я теперь буду есть на завтрак макароны без рислинга, я с трудом представляю. А зачем это? Не надо себя заставлять. Можно есть макароны с рислингом на завтрак. Прямо на завтрак? То есть с утра уже, да? Ну смотри, ты только встал, выпил сначала водички, обязательно стакан воды. Потом экстра блюд. Ага. Чуть-чуть, чуть-чуть вот. Да, вот как мы. А потом выхал завтрак. Я тоже с утра буду выпивать экстра брютику, а потом макарончики с рислингом. А дальше буду продолжать всей этой серии. У нас дальше еще там много чего. Да. Но там дальше будет такая уже, уже не утренняя история. Ну да. Ну знаешь, мы сейчас все равно живем в такое время, что следить за здоровьем, вообще надеяться на какое-то долголетие, по-моему, бессмысленно. Потому что то, что творится вокруг, ну что, говорит лишний раз о том, что жить надо всегда. Ну можно же жить красивым. Ну да. А для этого нужен спорт. Обязательно, да. Ну то есть тратить время на ЗОЖ, я считаю, уже бессмысленно. Надо уже как-то получать удовольствие от жизни. А вино это может быть ЗОЖ, между прочим. Поэтому давай. Для меня вино и ЗОЖ вообще не составляет никакой проблемы. Слушай, это отличная тема. Ты вообще как-то продвигаешь это у себя на канале, что ЗОЖ это вино на самом деле. Да. Да, у меня в Инстаграме выложил недавно отличное видео. Которое я сняла. Если вы сидите дома, вот как у нас был карантин, например, или у вас нет абонемента, и вам тяжело дойти до клуба, потому что это же надо дойти, это же нужна форма. Так, 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 так. Вы берете одну бутылочку, берете вторую бутылочку и приседаете с этими бутылочками. А в этом смысле. Понятно? И не надо говорить, что у вас нет оборудования и вот этого. Значит, на канале Минвин в Инстаграме есть, в общем-то, несколько упражнений, которые можно выполнять с бутылочками вина. А мы поехали дальше. Это вино вообще очень мне нравится, поэтому давай с ним разбираться. Ну давай, так, оно тоже белое у нас, да? Это тоже белое вино. Это Алма-Вэля, да? Это пино-бран. Вот обратите внимание, у нас, я постаралась разные регионы России представить. Мы с вами побывали уже в Краснодарском крае, сейчас мы переместились в Крым. Вот, Игорь, скажи мне, кстати, интересно, ты замечал такое или нет? Когда я говорю кому-то, что я занимаюсь вином, да, что я винный блогер, мне все говорят, а, вино России, это же Крым. Я говорю, подождите, ну вино России, в первую очередь, это Краснодарский край, потому что в Краснодарском крае больше виноделин, больше виноградник. Но почему-то у людей российское вино ассоциируется с Крымом. Мне это непонятно, мне это удивительно. Ну мне это понятно, потому что, ну, понимаешь, вино ассоциируется с теплыми краями, да? В Краснодарском крае тоже тепло. Так давай лучше оценивать вино. Значит, это у нас Крым. Пахнет очень приятно. Это у нас Бахчисарайский район, там, где, ну так, уже достаточно жарко, в смысле, не там не южный берег Крыма, где рядом совсем вот моречко. Здесь моречко тоже недалеко, но здесь все-таки климат такой вот он по суше. Альма Велли вообще очень интересная винодельня, потому что она достаточно новая, она гравитационная, ее построили не так давно. Но и построили уже, знаете, вот по всем канонам того, как сейчас, в настоящее время, представляют, должна работать и должна выглядеть современная винодельня. У нас есть на канале тоже видео о том, как работает винодельня. И отдельно об этом сорте. Сорт Пино Блан. Сорт интересный. Интересный тем, что, во-первых, его не так много у нас. Мало кто его делает. Особенно с ним не работает, мне кажется, ну, то есть мало кто работает в моносортовом режиме. Обычно его там добавляют, как вот здесь, да, по-моему, у нас он есть, в качестве купажа. Но так, чтобы прям вот просто взяли и сделали Пино Блан, я что-то не помню, что обстучило. Ну, потому что моносор всегда сложнее сделать, потому что если у тебя что-то там не уродилось, то и у тебя как бы купаж, то ты там можешь другими довести, да. А если у тебя моносортовое, и оно не уродилось, то ты уже никак ничего с ним не сделаешь. Пино Блан у Альмы, у той же, они делают в двух вариантах. Так, красная этикетка, это, ну, как бы простое вино, которое, вот оно молодое, ну, относительно молодое, можно пить. И оно, по-моему, там без выдержки в бочке. Черная этикетка, это резерв. И это прям то, что я очень сильно рекомендую, но это дорогая бутылка. То есть это не 300 рублей, это уже 1700, это 2000, это дорого. Но тут понятно почему, потому что это делали, это 2017 год. То есть эту бутылку сначала, ну, то есть ее выдерживали, это вино, понимаете, сначала в бочке, потом еще в бутылке, тут есть еще бутылочная выдержка. И плюс вот именно эту позицию мне рекомендовали, что можно заложить в коллекцию, я ее заложила в коллекцию, потом появился ты в моей жизни, я принесла ее тебе. То есть ты принесла последнюю бутылку из твоей коллекции? У тебя коллекция из одной бутылки? Нет, именно пиноблана от Альмавелли. Ее можно заложить лет на пять, и она будет только развиваться интереснее. Слушай, как я могу компенсировать твою жертву? Вот ты такое для меня сделаешь, что теперь должен сделать я? Я подумаю об этом. Жениться на тебе? Ну не надо, ну вот все сразу жениться, да, вот прям очень мне надо жениться, вот. Нет. Слава. Давай к вину перейдем. И это вино вот особенно интересно его пробовать, ну вот после рейслинга, потому что, ну, это, понятное дело, что это другой сорт, но это совсем другая стилистика. Это вино, даже вот если просто сравнить с тем, которое мы уже выпили, в общем, это будет более, посмотри, более насыщенного цвета, более такого золотистого. Структура более такая, но она, конечно, еще не маслянистая, но уже такая поплотнее. И если ты начнешь изучать аромат, вот это вот прям очень вино, которое мне нравится, потому что оно сейчас одно, а если оно чуть-чуть постоит открытым, он будет еще другим, этот аромат. Оно прям развивается. Это вино, вот сейчас оно супер насыщенный аромат прям каких-то сладких фруктов. Какой-то там, я не знаю, абрикос, бочка сразу чувствуется, потому что вот она придала вот эту всю дополнительную сладость, дополнительные ароматы. То есть здесь есть и какие-то специи, какой-то миндаль, наверное, да. У меня здесь вот запеченные яблочки, посыпанные орешками, корицей и ванильной. Да, кстати, да. Вот ваниль, она прям здесь ванильная, ванильная. Давай скорее попробуем. Давай скорее пробовать и наслаждаться. Твоя здоровья, спасибо, что ты пришла. Чувствую, что это вообще другое, конечно. И оно обволакивает. Если то, знаете, как будто бы подошли и так, хоп, немножко так взбодрили, то это вино вечернее. Согласен. Под какую-то сложную уже еду или, может быть, вообще даже без еды, я с там, не знаю, около как бы. Кстати, со вкусом каких-то кондитерских изделий, я только пытаюсь понять, каких. Да, то есть это ваниль. Вот здесь очень много ванили. Мы, кстати, несколько раз говорили о том, что, ну вот сейчас весна, там, многие женщины хотят похудеть к лету, вот это вот все. Вот, и мы находили вина, который, ну вот реально, а, с этим, с Русланом Брагиным, это не вино было, это, извини, это был ром. Мы пробовали ром, который реально, вот он как жидкое пирожное. Аху, боже мой, то есть ром вместо пирожного. Да, это шикарная вещь. Вот я тебе дам ссылку, вот с Русланом Брагиным мы снимали, это ром датского военно-морского флота, вот, и, соответственно, одно, одна из разновидностей, его просто несколько, вот он прям с такими кондитерскими во вкусе, он такой сладковатый. Интересно. Обалденная штука. Я тебя с Русланом познакомлю, тебя угостит. Хорошо. Она говорила, мне придется пить ром. Я очень боюсь, что ты познакомишься с этим ромом, ты уже с него не слезешь, вот, начнется твое путешествие, соответственно, в мир крепкого алкоголя, откуда нет возврата. Ну, не знаю, сложно мне в это поверить. Нет, это дико вкусно. Так вот, я хотел сказать, что вот это вот вино, оно из этого же разряда, оно такое, как десерт, да, оно при этом не сладкое, оно не приторное. Да, да, это сухое вино, это сухое. Да, да, но есть очень такие нежные кондитерские нотки, которые, безусловно, понравятся девушкам. Ну, мне кажется, мужики, собственно, смогут это пить. Собственно, мы же сегодня экспериментируем не только вариант, да, собственно, чтобы понять, чем угощать девушек. Мы еще проверяем, а мужик сможет пить то же самое, или ему надо будет себе брать что-то другое. Я вот пока могу. Я бы хотел попробовать вот с этим, с лососем, можно я попробую? Да, конечно. Попробуем, мне кажется, что... Бускеты с лососем, давай я тоже попробую. Ну, это же идеальный вариант. Так, значит, делаешь глоток, потом откусываешь. Да, нет, это не обязательно, это я придумала только что сейчас, но можно попробовать. Я тебя служу как дурак. Ура, у меня служат мужчины, я управляю мужчинами. В общем, ну, это же классика жанра, да, рыба и белое вино. А здесь у нас тем более благородная рыба и все-таки лосось, да, и вино-то у нас тоже благородное. Оно непростое, здесь такое вот, с которым надо тоже посидеть, подумать. Я вот еще раз повторю, мне кажется, это вино можно пить вообще без сопровождения. Вот просто вот сидеть и там что-то обсуждать за камином, с каким-то вечером. Только я обрадовался, что лосося попробует. Но лосося попробовать, так я только вот, вот, кого не люблю. Ладно, давай сделаю наоборот, я сначала лосося попробую, потом запью. Давай, давай. А, ты вообще еще раз не попробовал. Тогда, конечно, плохо. Все-таки надо вино сначала пробовать, потом есть уже и пробовать как бы второй раз с едой. Нет, вино я уже пробовал. А, попробовал? И по поводу сладости во вкусе. Вот для меня здесь есть сладость во вкусе в вине. Мне сказали, что это глицерин так работает. Но вот для меня это вино, оно сухое, но сладкое как будто бы. Вот мои рецепторы настроены так, что им кажется, что это сладкое вино. Слушай, ты знаешь, мне кажется, это тот печальный случай, когда закуска убивает вкус вино. Да, тебе не понравилось? Нет, вот ушли вот эти нотки пирожного, мне кажется, вот это лучше экстраблюдом твоим запить, тогда будет то, что надо. А мне нравится, что здесь сладенько, а здесь... И он, кстати, сразу становится сладким уже, против. Кто? Брюд? Да, но после этого. Да, после сахарного. Так, мне интересно твое мнение. Что ты скажешь, вот, ну, у нас целых белых вина. Какое понравилось, какое не понравилось, что под что и так. Слушай, ну, они абсолютно разные, скажем так, да, но все-таки, да, несмотря на то, что, ну, вот эта Алма-Вэля действительно необычная, действительно классная, вот мне в Алма-Вэля всегда меня настораживал их ценообразование, потому что я все-таки считаю, что у них ценник завышен. Смотря на то, что винны классные, ну, ты же сама сказала, что вот это стоит 400, а это стоит 200 чем-то, да, или там... Ну, то есть от 1700. От 1700, да, ну, слушай, ну, я понимаю, что они разные, да, и как бы, но не, извини, не в 4 раза оно лучше, ну, как бы, я тебе честно скажу, что я ни разу в жизни Алма-Вэля в магазине не покупал, ну, то есть поэтому я мало пробовал. Потому что каждый раз меня останавливал цельник, то есть я такой прихожу в тот же КБ, да, там же тоже есть Алма-Вэля, вижу Алма-Вэля, да. Я в КБ не видел, ну, может быть, да. Есть, есть, еще где-то есть, ну, неважно, куда бы я ни пришел, я вижу стоит Алма-Вэля, а рядом стоит Мысхака, да, ну, и ты же понимаешь, да, ну, вот все, понимаешь, когда ты видишь рядом Мысхака, которая стоит дешевле, и ты сразу вспоминаешь улыбку Натальи Токачевой, ты сразу вспоминаешь прекрасного Сергея Дубовика. А, значит, Сергей Дубовик, знаете, тоже умеет улыбаться, ну, Наташа, конечно... Ну, для тебя Сергей, для меня Наташа, да? Наташа, я тоже люблю всеми фибрами души, только фамилию ее неправильно написала однажды в Минвине. Так бывает. Вот, ну, не суть, короче, при всем разнообразии выбора, конечно, я беру Мысхака, да, а уж если там еще стоит Кубань вино, то ты понимаешь, да, что с их ценами, да, ну, как бы там уже сложно соревноваться, потому что... Но тут история в том, что это все-таки винодельня новая, вот она достаточно еще... Я понимаю, да, но все-таки им надо немножко подумать. Нет, если у них и так все хорошо, не мое право их учить, да, то есть, если они процветают, то отлично. Мальчики, короче. Но я с точки зрения потребителя, да, я бы их брал, если бы они стоили дешевле, вот моя позиция. В подарок, девочки, на день рождения, на 8 марта, вот эта подарочная история, очень хорошая, потому что... Это даже дешевле, чем духи, да. Да, и это, ну, вариант, который вот посидеть, вот такой романтик-романтик, можно вот как-то вот... Ну, сумку за 50 тысяч, он тебе все равно не заменит, ну... Нет, это, конечно, не тот вариант, может, как дополнение, да, как дополнение рассматривать все-таки. Нет, это, ну, не знаю, мне вот это вино, вот такие вина мне нравятся, прям вот топовый топчик для меня, потому что я люблю белые, люблю выдержанные, люблю вот такие, которые меняются, с которыми надо посидеть, подумать, Ой, блин, прикольно, тут вон еще что появилось, м-м-м, как оно меняется, как интересно. Таких вин, ну, на самом деле много, я, конечно, хочу сказать, что это далеко не все, которые понравились мне за год, но, тем не менее, ау! Ну, тогда нам пришлось снимать сериал, осторожно, береги руки. Вот, кстати, да, вот-вот, почему мой канал всегда за умеренное потребление, потому что, вот смотрите, девушка выпила всего три, даже не бокала, а там по чуть-чуть, да, уже координация движений, уже немножечко, уже не та. Да, уже не та, уже не та, поэтому я выпью водички, давай перейдем к розовому вино. Вот он, я чуть не сломал стол, да. Розовое вино, оно прекрасно всем, кроме сургуча, вот я сургуч ненавижу, потому что обычно, когда ты его снимаешь, сразу крошка вот эта вся идет, вот этот кошмар, вот, поэтому я не стал его снимать заранее, я сейчас буду делать это при вас, вот, и не уверен, что мне понравится этот процесс, сейчас-то где-то было. А пока Игорь страдает, я расскажу о том, что сургуч – это красиво. Так, сейчас я, подожди, уберу сначала вот это из кадра, чтобы было видно, что я мучаюсь сургучу. Да. И девочки любят сургучу, потому что это красиво. И мы с вами потихонечку из Крыма… Ну вот, он начинает крошиться, вот это все. Это странно еще, что он не упал мне в тарелку или в бокал. В бокал, может, упасть, ну да. Мы переместимся с вами в самый северный винодельческий район России, это Волгоградская область. Сейчас мы будем пить вино из Волгоградской области. Да, там тоже делают вино, и там тоже есть виноградники. Игорь продолжает страдать. А я расскажу о том. Я страдаю еще по другому поводу. Дело в том, что когда я снимал это вино на стенде, ну, на очередной дегустации… А, это было, знаешь, когда это было, этот, как его зовут-то, форум-то этот был, как он назывался? Вайн Ритейл Вик. Да, Вайн Ритейл Вик, да. И там стояла невероятной красоты женщина с этими винами, да. А теперь она оттуда ушла, да, и, соответственно, интерес к надедельный сразу пропал. Почему я всегда говорю, да, что… Почему я вот на стендах снимаю, да, потому что роль личности в истории, она необычайно важна, и в истории с винами тем более, да, потому что когда ты видишь лицо человека, который представляет вино, то ты сразу проникаешься к этому в вину, если это лицо симпатичное. А, как правило, те люди, которые занимаются производством хороших вин, у них лица прекрасные. Но она, правда, не занималась производством, она была представителем, но все равно. Очень жаль, что она там больше не работает. Но я надеюсь, что вино от этого… все вины от этого сразу не испортились. Я тоже так думаю. Обратите внимание, просто сначала… Ну, ладно, давай-то сейчас откроешь, мы тогда обратим внимание. Ты говори, говори. Во-первых, Волгоградская область, там всего три, что ли, винодельни. Одна такая побольше, остальные все поменьше. И это совершенно уникальное розе. Такого больше нет, наверное, нигде. Потому что, ну, во-первых, Волгоградская область – это зона укрывного виноделя. Ну, вот тоже у нас есть на канале. Ого, да, приходится накрывать полиэтиленом. Да, не полиэтиленом. А чем? У меня на Минвине есть ролик о том, как укрывают и как раскрывают виноград. Это просто какая-то бомбическая история. Когда я это увидела, я вообще не поверила. Так, дай мне сначала бомбический бокал, чтобы тебе нарыл. Ну, бомбический бокал, давай вот этот вот, наверное, тоже. Да, вот этот вот. На зиму эти лозы бедненькие закрывают, вот так вот опускают. Ой, прости, а я тебе в белое налила, а может в красное надо было? Да, что-то я тебе это дал. Ну, ладно, давай. Бокал для кастры, ну, перелей. Эти лозы на зиму вот так укладывают на землю, закапывают специальными тракторами с землей. То есть ты идешь, и вот мы в апреле были на винодельне, и застали, как они раскапывают это. То есть это такая... виноградников нет. Это такая вот большая зона, где какие-то вот такие вот, знаете, вот такие бугеры... Закапывают в землю, реально? Закапывают в землю, ну, в Волгограде, по крайней мере, так. А где-то по-другому. И потом приходит трактор, который один сначала выдувает эту землю, потом другой там что-то там подкапывает, а потом приходят люди, которые вот так вот это еще делают. Но! Так живут все сорта винограда, кроме одного, мариновского, который мы с тобой сейчас будем пробовать. Этот сорт винограда был выведен специально для этой зоны, Александром Потапенко. Это такой достаточно известный биолог. Он сейчас уже, конечно, его нет в живых, к сожалению. И он скрестил несколько там сортов, что-то мурский, юльский, чего-то там. Это есть на нашем канале, если хотите посмотреть, можно. И получился морозостойкий виноград. Его не закапывают. Он каким-то чудом выживает. Хотя у них там, ну, минус 30 зимой, может быть. То есть это прям такая вот очень бодрящая погода. И плюс у них что еще очень плохо? У них там, ну, ветра холодные, сильные, степные. Сам виноград, вот получается, лоза примерно такая же. Но вот виноградик, он вот чуть поменьше получается. Он достигает фенольной зрелости, он вызревает, все нормально. Но вот он все-таки чуть-чуть вот такой вот. Поменьше получается. Это виноград, который делают по белому способу. То есть красный виноград, который вот чуть-чуть на шкурке настояли. И все, прям совсем чуть-чуть. И получился вот такой сорт. Вот такое вино. Тогда это не по белому способу, а по красному. Так, подожди, что ты не... По черному, не важно. Ладно, подожди. В общем, это классическая розетта, что ты обеялась. Смотри, я тебе как раз хотел сделать комплимент, да, потому что чем больше ты говоришь, я больше убеждаюсь, да, что ты не просто, как ты говорил, журналист, который берет интервью у экспертов, да. Ты еще и запоминаешь то, что они говорят. Этим ты выгодно отличаешься от меня, потому что я не запоминаю ничего. Вот, потому что уже в голове ничего не дерзся. Потому что я знаю, что если бы мы это сняли, это есть у меня на канале, люди всегда могли зайти посмотреть. Я не помню ничего. Вот, а ты реально помнишь, какой трактор, что там выдувал. То есть тебе респект, да. И поэтому я еще раз рекомендую подписываться на канал Минвин, потому что там, по крайней мере, есть девушка не только с прекрасной внешностью, но и с хорошей памятью. Так что давай за тебя выпьем, но оценим, конечно, сначала ароматику. Да, это очень специфическое розет. Да, очень необычное, я бы сказал. То есть... Комботиком пахнет, кизилом таким. Да, во-первых, в аромате, ну, оно суперяркое. То есть это не, это не Прованс, никакой там сдержанный такой аристократический. Нет, это прям, знаете, я говорила так, что это суровое розе для суровых там людей, выращенное в суровых условиях. Потому что оно такое прям вот, оно вот выжило каким-то чудом. И оно прям, ух, как выжило. И готово с вами поделиться вот этой своей вот неординарностью. Оно яркое в цвете, оно очень яркое в аромате. Тут леденцы. Для меня это прям какой-то вот и кизил, ты правильно сказала, и леденцы, и какие-то... Не апельсин, а грейпфрут. Да, что-то есть. Красный грейпфрут. Да, кстати. И слива, кстати, чуть-чуть. Слива? Давай попробуем. Нет, давай. Оно достаточно такое... Очок. Может, и то скажешь уже. Там сидит огромная аудитория. Давайте... Они тоже сидят за столом. Пупсики, вы же тоже сейчас за столом. Нет, давай только не пупсики, знаешь. Да, давай. Давай как-то уважительно относиться к аудитории. Давай. Давайте выпьем сейчас за развитие в России российского виноделия, для того, чтобы мы смогли им гордиться, для того, чтобы мы смогли всегда зайти в магазин и попробовать вино из Испании, из Италии, из Франции, из Чили, из Аргентии, откуда угодно, но и из России тоже. Потому что оно у нас свое, интересное, специфическое. Вот есть даже такое, которого больше нигде не найти. И, ну, блин, это прикольно, это надо пробовать. Точно. Ура. Да. Так. Ну, слушай, те же самые кизиловые нотки присутствуют. Варенинце чуть-чуть такого. Джема, да? Джема такого, да. Джема такой, да, клубничный или земляничный, что-то. Земляничный, потому что немножко покалывание, как у землянички прям есть. На то же время с кислинкой такой, да, слегка такой, немножечко колючий, совсем чуть-чуть. Вот, но очень интересное вино и очень непохожее на другие. Вот уже повод его попробовать. Им можно удивить. Да, им можно удивить. И я его еще тогда отметил, когда делал репортаж, вот с недели ритейла, по-моему, весной был, прошлый. Так что очень оно симпатичное. Какие тут сорта винограда у нас? Мариновский. А, вот этот Мариновский. Это виноград Мариновский, так и называется, да. Это вот специально... Это вопрос о том, что я ничего не помню. Вот я же вам сказал. Тут уже все забыл, да. Ты об этом рассказал три минуты назад, да? Да. Значит, тут, конечно, вопрос, что эту бутылку вот просто так зайти в перекресток или в магнит, или пятерочку красное-белое. Нет, нельзя его найти, потому что, ну, просто его мало производят. Поэтому, где его можно найти? Это первое, посмотреть по интернет-магазинам. Там единственное сложное... Я смотрела цены от 600 рублей и до 1200, до 1500. Сейчас, пройдут. По поводу цены. Это вино и того, где его можно найти. Первый вариант – это поискать в интернет-магазинах. В простой пятерочке там его, конечно же, не найти. Цены очень разные. Там я видела от 600 рублей до 1500. Обращаюсь ко всем, кто проезжает мимо Волгоградской области. Заедьте и купите. Там в местных магазинах продается. Да, хорошо. Только не смотрите наш канал за рулем, пожалуйста, когда проезжаете. Да, да, да. Пожалуйста, не смотрите. Просто если в данный момент вы находитесь там, да, то посмотрите. Или собираетесь туда и проезжаете мимо. Можно приехать, кстати, на саму винодельню. Они там и продают, и экскурсии проводят. От Волгограда минут 40 мы ехали. То есть очень недалеко. Да, это не какие-то там вот далекие дальние. Это вот недалеко. И это интересно просто посмотреть, как это работает. Это просто необычно. Ну, кстати, у меня есть друзья из Волгограда, которые в Москве живут, которые живут в Волгограде. Поэтому, друзья, если вы до сих пор не знаете, что у вас есть такая прекрасная винодельня рядом, то заботьтесь, есть, посмотрите вам туда ближе. В ленте, в ленте, по-моему, я еще видела в интернете, что оно было, но не во всех. Слушай, ну, у нас смотрит вся страна, гуглите их, где найдете, там и хорошо. Но сразу хочу сказать, что у нас есть канал в телеграмме tme.restauraner, ссылки в описании, где люди всегда делятся не только находками, но всегда акциями, скидками, очень удобно. Так что туда тоже можете писать, если вы его там нашли, скажите, я нашел там-то, стоит столько-то. Этим вы поможете другим нашим зрителям. Давай. Да, это вино, в общем, для тех, кто любит что-то необычное, любит кого-то удивлять. То есть это интересно и попробовать самому. И мне кажется, тоже для подарка такая история. Ну, это просто прикольно. Вы посмотрите, какое оно... Давай, можно мы ему вот так вот покажем? Вы посмотрите, просто какая... У тебя там автограф кого-то надел? Быть чего? Быть добру. А, быть добру. Это вот то, что из коллекции именно я забрала. Это актуально. Вот посмотрите, какой цвет. То есть это не розе, это просто уже... Это уже почти красное. Не, классная штука, реально. Очень мне нравится тем, что оно необычное и запоминается надолго. Ну что, пойдем по красненькому? Пойдем, да. О, это надо вылить, да. Да вот я тоже об этом думал, понимаешь? У нас с тобой для красного один бокал, да, а выливать его жалко. А вот ты хит уже, да? А я знаешь, куда вылив? Я вылив бокал, куда у меня упал кусок сургуча. Вот это вот то, что я ненавижу. То есть ты накажешь его, да? В бутылке, закрытой сургучом, да, вот пусть он тут стоит. Так, а мы продолжаем. И уже у нас нормальный уже совсем красный. И это хорошо известный дикаспик. Едем в Дагестан. Уже хорошо известный, да? Конечно, я много раз про него рассказывал. Да, е-мое. В том числе и потому, что у них на стенде всегда стоит прекрасная девушка. Юлечка. Да, не только Мурат, который тоже отличный тоже парень. Но самое главное, конечно, что вины отличные. Потому что были плохие вины, я про них не рассказывал. Действительно, хорошие вины по цене, качеству. И на последнем винном гиде Прадэкспо, который проводил Юрий Юрьевич, они опять у него хватали кучу наград. Можете зайти на канал Алкоэксперт, там есть итоги винного гида Прадэкспо. И они реально молодцы. То есть, я не знаю, как ты, но все, что я пробовал у них, я у них плохих вин не видел. И это примерно в моем представлении, ну, как Кубань вино. Вот тоже ты ходишь, да? Я ни разу не нарывался у Кубань вино на плохое вино. Ну да. Вот, и с ними происходит та же самая история. Я не знаю, как бы это удается. Вот, потому что у нас Дагестан традиционно ассоциирует все-таки с винниками. Ты видел их винодела? Ох, там Шамиль! Слушай, вот, кстати, винодела я не видел. Очень красивый и классный винодел. Обалденный вообще товарищ. Очень интересный, очень прикольный, очень веселый. И за это вино тоже... Когда я там, помню, мы приехали туда на производство. Ты и там была? Я и там была. Ладно, ну, здесь я не была, здесь я не была. Слушай, давай, ну, раз меня никуда не зовут, вот, хотя я про них рассказываю, да? Давай в следующий раз ты будешь меня брать с собой в качестве, я не знаю, там, ну, скажешь... Инженера, да, потаскать чего-нибудь. Носильщик. Микрофон будет держать. Да, да, он будет держать. Микрофон наносится. Стойка для микрофона, да. Я буду стоить. Супер. Может, хоть так, да, я туда попаду. Значит, давай сначала про Дагестан. В Дагестане я была, к сожалению, не смогла я снять для Минвина большое полномасштабное там кино, но в Инстаграме я выкладывала и делилась. И что там интересно? Во-первых, это Дагестан, это оказалось колоритно, но не страшно. Хотя было страшно сначала немножко. Но потом ты наделал нормальную юбку и стало не страшно. Да, я была, я там ходила в штанах, и мама мне сказала, Юля, я тебя не отпускаю. Я говорю, мамочка, я тебя, конечно, не спрашиваю, я туда еду. В общем, мы туда поехали. Это Дербент. И виноградники находятся на, ну, не гора, прям, да, такой на холме, который смотрит на Каспийское море. То есть он вот смотрит, у него такие красивые виды. Виноградник думает, ёпперес, это как красиво, сейчас я стану классным. Плюс на него вот эта морская вода как-то тоже влияет. Ну, мне кажется, это очень хорошее, красивое место. Сама винодельня, то есть винзавод, да, винодельческое предприятие находится в центре города. И оно находится ровно тоже через дорогу от Каспийского моря. Еще что интересного, это предприятие находится вплотную к старинной стене крепостной, которая осталась, ой, из какого-то там чуть ли пятого века нашей эры, кажется. И с этого завода можно вот так поднять голову и увидеть, что там действительно вот эта вот старинная Дербенская крепость до сих пор сохранилась очень классно. Поэтому для тех, кто не побоится, осмелится, рекомендую туда сходить, на экскурсию тоже можно записаться и попасть. Это интересно посмотреть. Слушай, ароматика просто, это вообще, по-моему, лучшая ароматика, которая у нас сегодня была. Вообще интересно, что для меня все-таки ДВК, Дербенская винодельческая компания, не путать, кстати, с другими Дербенскими предприятиями, именно Дикаспика бренд и Дербенская винодельческая компания, просто есть еще другие. Они ассоциируются больше с игристым, такой акратофорный метод. Да, есть у них, да. Если вы не знаете, что такое акратофорный метод, вы, конечно же, можете посмотреть на Минвине, мы рассказываем, что такое акратофор, мы показываем эти акратофоры. Это игристый, который стоит 350 рублей, который можно пить. То есть оно совершенно нормальное. Вот эта бутылочка, она чуть подороже, она там 450, по-моему, стоит. Это мерло, выдержанное полгода в бочках. И, ну, для меня это мерло такое супер простое, понятное, которое вот сейчас налил, наслаждаешься, тут же выпил. Классное, вишневое такое, да. То есть там можно под шашлычок, можно под мяско, ну, то есть это не надо, что... Так, а мяско у нас вон есть. У нас вон есть, розбит. Да, сейчас мы с ним, мне кажется, и попробуем. То есть это вино, вот это, помните, я говорила, что с ним надо посидеть, подумать, вот это вот все. Здесь не надо. Вот это вино, которое надо покупать и пить сейчас. Вот на любое событие, которое вот, или там просто на вечер, на ужин. Супер, мне кажется, хороший вариант. Давай будем за твой безупречный вкус. Да подожди-то, надо сначала про аромат. Ага, я сказал вишню. Вишню. Черно-сморозина. Чернослив. Чернослив, да. Такое вот очень понятное. Понятное, да. То есть без всяких там... Эту бутылку я покупала, чтобы вы понимали, в магните. То есть сейчас реально в магните продают, начали наконец... Это очень круто, чтобы в такую популярную розницу начали заходить наше предприятие. Это очень меня радует. Нет, это очень классно, когда такое качество по такой цене. Да, это вообще. Потому что наши отечественные вины периодически ругают, а что они такие дорогие. Если они делают в России, нет уже этой самой таможенных, там всяких пошлин. Почему так дорого? Ну, ребята, извини, а сколько стоит бутылка? Сколько стоит труд? Сколько стоит... А сколько надо, как бы учитывая, что это новое предприятие, построенное с нуля, это же надо откуда-то взять инвестиции, а потом их как-то отбить? Я розбиф уже беру, да. Откуда ты взяла розбиф? Нет, откуда отсюда. Вот. Так, ну давай. Слушай, мне вот во вкусе, видишь, остается такая небольшая терпкость, вот как от чернослива, от косточки, от вишневой, да, вот такое вишневое варенье. Ну классно, это реально классно. Да, очень хорошее, понятное вино. Это прям, я всегда с ними разговариваю, говорю, вот у вас сейчас прям супер классное соотношение цена-качество. И я надеюсь, что оно будет таким, но на случай, если оно не будет таким, вы прямо сейчас покупаете. Да, то мы сейчас захвалим, да, они поднимут цену. В метро у них там продаются их. Ну, то есть это то, что можно прямо сейчас пить, брать, покупать. Вот. А вот здесь, кстати, закуска совершенно не убивает вкус вина. Даже, я бы сказал, подчеркивает. Даже несмотря на то, что здесь огурчик соленый. Не, нормально. У тебя ничего, ну то соленый огурчик-то. Не, ну просто вот это было более изящное такое, более кондитерское, легкое, воздушное. Поэтому, конечно, лососем мы убили вкус сразу. А это настолько насыщенное и мощное, что ты его, я не знаю, там, любым мясом можно закусывать, будет только отличный пэринг, отличное сочетание. Мяс отлично, да. Вот, и совсем скоро, мне кажется, начнется сезон шашлыков. Вот это прям тоже хорошо. Поэтому смело в магнит, смело хватает дикаспика, и это прям отличный выбор. Вот, и ты молодец, что ты его принесла. Да, у меня развалилась вся моя вот эта вот штука. Что? Ну вот тут. Брускета? Ну ладно, да, брускета. Ну ничего страшного. Я вся, если что, у меня здесь розбик где-то остался. Но это на завтра. Слушай, ну нет, если попало на платье, то надо его снять и застирать сразу. На платье не попало. Жаль. С платьем все в порядке. Вот, поэтому, да, я согласна, мне дикаспика, очень нравится. Слушай, шикарное вино. И там, конечно, колорит. Шамиль сам, Шамиль это главный винодел, очень колоритный товарищ, очень тоже там про вино мне там, что ты там, смотри, смотри, вот там, как там. Слушай, вот скажи, я вот его не видел, но он наверняка хороший человек. Он вообще красивый мужчина и классный человек. Нет, подожди, я сейчас не про твои эти женские эти страсти, а про реально, вот он хороший человек, потому что я не видел плохих людей, которые делают хорошее вино. Вот, в чем, ты действительно согласна, потому что, виноделы вообще какие-то инопланетные очень часто существа, которые, ой, вот это вот вино, а тут вот это вот, а тут вот это, и тут вот это ты, и тут это ты, и тут, боже мой, блин. И он какой-то, вы знаете, такой блаженный. Ну, то есть, я не конкретно даже про Шамиля, а вообще. Не то, что нет, подожди, блаженный не то слово. Ты знаешь, я бы сказал слово просветленный. Да, да, наверное. Вот они прям йогой, что ли, занимаются, я не знаю. Я не знаю, чем они занимаются. Вот ты знаешь, в Азербайджане на предприятии Асграната мы встретили замечательного винодела Виктора Банкова, который раньше работал в Молдавии и делал букет в Молдавии. Это еще в те времена. Вот, и он как бы от мира сего, этот совершенно нормальный человек. Но ты знаешь, вот я такие же глаза, такие же лица видел только у священников. Причем далеко не у всех священников, да, а у провинциальных священников, да, которые кардинально отличаются от вот этих вот наших этих патриархов РПЦ, да, вот это вот другие люди, правда. Вот те, которые провинциальные, те, у которых приход, там еще что-то, да, вот нормальные люди к ним ходят, да, не вот это вот, что нам по телевизору показывают. Вот там они реально, вот ты видишь, что человек вот просветленный, да, и виноделы, на мой взгляд, такие же. Вот, я не знаю, кощунство это, не кощунство. Вот, я вообще человек не верующий ко мне. Я думаю, что это комплимент для виноделов. И винодел в Дербенской винодельческой компании Шамиль Алиев, он действительно тоже очень болеет за вино, он любит... А давайте вот это вот попробуем. Вот сейчас они, например, новую линейку игристых выпустили, они хотят больше там пробовать, больше выдержки делать, больше выдержанных вин, поскольку все-таки основа у них это пока акратофорные, игристые, да. Вот, и он так вот прям вот интересный. Слушай, ну мы и не знакомы, но он молодец. Да, да, с ним приятно разговаривать, и видно, что человек болеет и хочет развиваться, и действительно хочет делать так, чтобы это предприятие росло и развивалось дальше. Так, ну что, переходим к десерту. О-о-о, да, у нас десерт. И я его знаю, потому что у нас был ролик с Юрием Юдичем про Шато Кот Сен-Даниэль, и там было не только вот это вино Жанет, но и другие. Но Жанет прям бомба, ну это как бы и для девочек, и для мужиков тоже. Особенно, так как оно сладкое, да, а сахар он способствует как бы мозговой деятельности. Мозг, когда трудится, ему нужно больше сахара, да, так что сейчас, когда проблем много, да, то есть вот как-то я думаю, что спрос на сладкие десертные вина будет больше. Так, давай я тебя накапаю, да, в этот специализированный покатчик. Мне здесь нравится, конечно, даже сама бутылка. Это уже сразу вот какая-то вот... Ну, сама бутылка, знаешь, это как любой айсвайн, это айсвайн? Да, ну нет, 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 это не айсвайн, это просто сладкое и кристалюно. Но в стиле айсвайна это сделано, да? А айсвайн, так как он, у него уходит гораздо больше винограда, чем на обычный, потому что он там... Конечно. ...висит до морозов там и так далее, да? То, чтобы как-то изобразить, что ты хоть какого-то размера бутылку покупаешь, ее делают и уже, и стекло толще. То есть здесь же на самом деле сколько там, 3075, да? Да, да, здесь гораздо меньше, чем здесь. Нет, здесь, по-моему, 0,5. 3075, да? А, 375 все-таки еще у них 0,5, по-моему. Ну, слушай, меня уже научили эти мои эксперты всем этим вещам. Это снова Крым, это крымская винодельня. Пока она только готовит свои объятия для гостей, пока в нее нельзя попасть на экскурсию никак. Она недалеко от Массандры, от Ялты, по-моему, находится. Не была там. Но что интересно, они... Хоть где-то ты не была. Да. У них есть в Москве два бутика. Вот один на Садовом кольце в районе Красных Ворот. Один они недавно открыли в конце прошлого года на Чистых прудах. И большой бутик, ну, в принципе, монобрендовый, там только игристые они закупают, потому что, ну, как же без игристого, да, и что-то, по-моему, еще. Вот, там можно это купить, также в интернете это можно купить. Бутылка дорогая. Две там тысячи рублей. Это я помню, да, но качество там... Но это другое вино, вы понимаете? Вот это вино десертное. Если это вино мы пьем до еды, во время еды, то это уже после еды. И вы его не выпьете бокал. Если вы выпьете бокал... Его вот надо чуть-чуть смаковать, да-да-да. Я не знаю, что с вами будет. Да, это вот в таком виде подается, вот в таком виде употребляется. Это прям вот... Ну, действительно, вместо десерта можно. Либо мне нравится с мороженым еще. Заказать? Нет, мне достаточно холодно сейчас. Здесь есть мороженое? Здесь есть мороженое, но мне холодно все-таки зима. Поэтому летом с мороженым отличный вариант. Еще рекомендация это сыры, поэтому вот я думаю... Какой тебе передать? А вот давай вот зелененький. Зелененький. Зелененький, синенький, да. Заплесневеренький, да? Мне кажется... Держи. К сладким винам как раз такие выдержанные, хорошие соленые сыры. Это прям то, что надо. Вино сладкое, крепленое. И вот оно прям очень сладкое. То есть и оно видно, что более такое плотное по структуре. Да, яркое по цвету. Очень яркое в аромате. Ароматика просто потрясающая. Здесь есть мускатные сорта, мускатные тона, конечно же. Поэтому очень яркая ароматика. Но здесь есть. И какая-то вот опять-таки у нас абрикос сушеный. Как он абрикос сушеный называется? Курага. Курага. Спасибо. То есть это прям супер сладкая курага. Да. Еще у нас тут тоже какое-нибудь печеное яблоко. Печеное яблоко. Печеное яблоко. То есть все, что... Шарлотка, я бы сказал. Да, кстати, действительно шарлотка. Слушайте, друзья, это прекрасное вино, как и все предыдущие. Я предлагаю выпить и за безупречный вкус Юлии Макаровой, и за ее канал Минвин, на который, я уверен, вы подпишетесь и будете получать от него удовольствие. Не может, что там последний ролик, по-моему, ты рассказывал про вино, который пьет Парфенов, да? Да, да, это для тех, кто, например, хочет попробовать эти вина, но считает, что там только дорогие позиции. Нет, ты их, честно, нашла в магазинах, насколько я помню. Я нашла в магазинах, и я показала те варианты, которые можно найти в магазинах за полторы тысячи рублей максимум. То есть там есть вина, которые можно... И есть, кстати, российские вина. Короче, за тебя и за твой канал. Спасибо. Очень. Да, вот, точно, это действительно нектар. Во вкусе очень много сладких фруктов. Белая черешня, вот самая первая саса белая черешня и легенькая кислинка, чуть-чуть лимончик на заднем плане. То есть белая черешня, вот если взять варенье из белой черешни, выжать туда лимончик, то получится приблизительно вот это, но вкуснее. Для меня еще алыча здесь. Да, и алыча для тебя. Специально для тебя здесь есть алыча. Так, теперь давай попробуем закусить вот этой штукой. Да, но здесь немножко такая спиртуозность есть, поскольку крепленое вино... Ой, я еще, знаешь, что хотела сказать? Здесь, поскольку добавлен спирт, написано, что это не вино, а винный напиток. Просто вы не бойтесь этого. Это винный напиток нормальный. То есть это есть винные напитки Санта-Стефана там какой-нибудь. Да, это не нормальный. И там от вина ничего нет. Здесь винный напиток, который прям норм можно пить. Это виноградное вино. Ах ты вот так прям, да? А, нормально. Слушай, ты знаешь, я не уверен насчет пейринга, потому что вот этот сыр делает его еще более сладким. Да. Попробуй. Так как он соленый... Ну да, так оно должно быть на контрасте очень. Они друг друга подчеркнуты. Я бы, наверное, какой-нибудь, может быть, чеддер взял. Да? Да. Дайте тебе. Давай попробуем. Да. Оп. Мне как раз нравится этот контраст, потому что очень яркий соленый сыр, очень яркое сладкое вино. И когда они вместе смешиваются, это прям так вот интересная игра получается. Ну, кому как. Знаете, что самое классное в вине? Вот для меня все эти разговоры, все эти игры во вкусы, в цвета, в ароматы, это все очень интересно. Это все супер классно. Но самое главное, ты можешь пить любое вино, которое стоит 300 рублей, которое стоит 5000 рублей, которое стоит 60000 рублей. Но главное, нравится оно тебе или нет. Вот если ты можешь сказать, что вкусненько, я возьму еще. Значит, все круто. Да, и еще один секрет, друзья. Если вам нравится девушка, то, в принципе, если бы она принесла 6 бутылок воды, вам бы понравились 6 бутылок воды, я вас уверяю. И вы бы там нашли ароматику и вкус и так далее. Потому что все дело в человеке и в его обаянии. Я вам всем очень желаю, чтобы весной нашли себе прекрасную вторую половину, если у вас до сих пор ее нет. А если она у вас есть, то теперь вы, по крайней мере, знаете, чем ее угощать. То есть вы можете пойти. Я вот специально не снимаю передачи ко дню 8 марта. Потому что тогда люди думают, что дарить надо только на 8 марта. Нет, дарить надо всегда. То есть когда тебе хочется сделать шагу приятное. Я не говорю, что 365 дней в году надо пить. Ну, как минимум, на неделю вы уже обеспечились. Да, на неделю вы обеспечены. А в один день, скажем, понедельник можно и не пить. Ну, в принципе. Так тоже бывает. Тогда как живо пережить-то совсем? Ну, не знаю. Друзья, большое спасибо, что вы досмотрели. Еще раз вас приглашаю прочитать описание ролика, где есть ссылка на канал Минвин. Еще раз благодарю прекрасную Юлю, которая нашла время нас посетить. Ну, а дальше от количества лайков и просмотров будет зависеть, появится она здесь еще раз или нет. Так что ее судьба сейчас в ваших руках. Подумайте об этом и осознанно либо прожмите лайк, либо не жмите его. Но в любом случае нажмите колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Всего вам самого доброго. До новых встреч. Пока. Хорошего всем настроения и дня. И удачи. Субтитры сделал DimaTorzok